Всем привет! С вами Татьяна. Это наше третье видео на тему «Чего хотят мужчины?». Спасибо всем большое, кто пишет нам, кто говорит о том, что происходит в их жизни и что они думают на эту тему. Надеюсь, что очень скоро все вы станете еще более активными в комментариях. Радостно, но и новость оказалась то, что и мужчины смотрят нас. И сегодня я хочу прочитать письмо от мужчины. И прочитаю не потому, что он очень просил об этом, а потому, что я на самом деле согласна с тем, что пишется в этом письме. Поэтому читаю. Татьяна, здравствуйте! Спасибо за ваше видео. Вы правы, нам действительно не хватает слов благодарности от женщины. Как вы сказали, мы чувствуем, что нас ценят и, конечно, хочется сделать больше. А вот еще про уважение. В первый год два женщины действительно относятся с уважением к мужчинам, но потом все вдруг меняется. Я, конечно, не говорю про всех, но очень часто женщины обесценивают наши слова при детях. Если вы с нами не согласны, не нужно высказывать это при ребенке. Вы учите его не считаться с нашим мнением. Или вот. Привычка разговаривать с нами командным тоном, когда мы в компании друзей. Откуда он берется вдруг, этот командный тон? Не нужно нас принижать при своих родственниках. Типа, как сказала, так и будет. Даже если это так. Вы показываете им, что ваш мужчина ноль. И последнее. Знаете? Ведь именно это иногда становится причиной наших измен. Интересуйтесь нашими мнениями. Обращайтесь за советами. Ведь в некоторых темах мы можем знать больше. Речь нам нет необходимости все тащить на себе. Добавлю от себя. Ну, потому что все здесь так на самом деле очень хорошо сказано. Поэтому единственное, что добавлю от себя. Ищите недостойницы у своих мужчин. Перестаньте ковыряться и искать их недостатки. Пожалуйста, комментируйте. Пишите о том, как вы проявляете отношения к мужчинам. И насколько важно вы это считаете. Делитесь этим видео. Потому что все эти видео снимаются для вас. И хотелось бы, чтобы как можно больше женщин смотрели их. И делали выводы. И становились еще более счастливыми. До скорых встреч. Пока.